Всем привет! Сегодня я хочу поговорить немножко о выборе штата в случае выигрыша в лотерею гринкарты. Я думаю, вы все, кто это смотрит, либо играли, либо играете до сих пор, либо планируете играть. Соответственно, я думаю, все из вас без исключения думали, а в какой бы штат они поехали, или в какой они поедут, когда они гринкарту выиграют. Так вот, хочу сказать, что есть, на мой взгляд, то, как я это представляю, два основополагающих принципа, куда ехать при выборе штата, чем руководствоваться. Первый принцип, это касается знакомых. Я считаю, и я в это верю, и этого придерживаюсь, что ехать надо именно туда, где у вас есть какие-то друзья или знакомые, кто вам может помочь на первое время. Потому что помощь, которая вам окажется, когда вы только приедете, она бесценна, ее невозможно оценить, и она занимает самый главный ресурс в Америке, это время людей. То есть вас должны быть, вам ехать надо туда, где у вас есть знакомые, которые потратят свое время на вас там, пока вы будете без машины. Это может быть три дня, четыре, может быть неделя, как в моем случае, неделя не мог найти подходящую мне машину. Люди, которые будут вас возить в магазины, подключать газ, свет, все остальное, помогать вам, перенести банально мебель или еще что-то. Первое, это ехать надо туда, где есть знакомые. И второй принцип, на мой взгляд, это надо ехать именно в ту эрию, где у вас будет работа на первое время. Первое время, я бы сказал, что это не 2-3 месяца, а первым временем, ориентировочно считайте, наверное, год-полтора. Это время, когда вы вообще будете вникать в жизнь, приобретать понимание того, как люди работают, сколько люди зарабатывают в месте, где вы живете, сколько люди зарабатывают в других местах, будете рассматривать какие-то варианты, перспективы. У кого-то, может быть, это проскочит за год, у кого-то за 2-3, я знаю людей, которые по 4 года живут, и у них нет до сих пор понимания, чем им заниматься дальше, чего они хотят. Так вот, второй принцип, это касательно работы. В интернете можно всегда посмотреть и объявления на том же Крейгзлисте или на Фейсбуке в группах локальных, то, что предлагают с работой, какие предлагаются зарплаты, сколько вообще в целом по штату средняя зарплата. Есть даже сайты, которые показывают соотношение зарплаты, затрат средних. Вот. И третий аспект, это то, что многие говорят, зачем ехать в дорогой штат. Друзья, специально погуглите в интернете, посмотрите среднюю зарплату по штатам и средний расход. Это касается в основном тех, кто планирует ехать в какие-то дешевые штаты, например, в тот же Ахайо, или в Мэйн, или в Норд-Дакоту. Да, там дешевая недвижимость, там небольшие затраты. Но посмотрите, пожалуйста, зарплата. Потому что, когда я ехал в Калифорнию, мне очень многие говорили, да зачем ты едешь в эту Калифорнию? Ведь Калифорния очень дорогой штат, ты там никогда ничего не сможешь, потому что очень все дорого. Друзья, минимальная зарплата, которую получают рабочие на черновой работе, на каких-нибудь стройках или пиццах, там, неважно на чем, она составляет порядка 11-12 долларов. В другом штате, в Массачусетсе, или еще куда-то, если вы уедете, мне уже рассказывали знакомые, минимальная зарплата на подобных работах будет порядка 7 долларов, 8. И подумайте сами, решайте сами, что для вас лучше. Пытаться больше заработать, при этом больше тратить, или всю жизнь пытаться что-то заэкономить. Не руководствуйтесь принципом «надо больше экономить», руководствуйтесь принципом «надо больше зарабатывать». Соответственно, вы должны при выборе штата хорошенько подумать, просчитать. Посмотреть даже просто банально минимальные зарплаты по штатам, в каком штате какая минимальная зарплата. Исходя из этого, вы будете примерно представлять уровень дохода, который вы будете получать по приезду. А по приезду, если вы не работник в сфере IT, вы будете получать минимальную зарплату. У меня сосед есть, он был какой-то серьезный врач хороший, он здесь работает в такси. Первая работа. Поэтому, друзья, смотрите уровень минимальных зарплат. Уровень рента вы можете посмотреть на том же Zillow. Опять-таки, по поводу рента вернемся к самому первому, что я говорил. Ехать надо туда, где есть друзья, потому что рент вы сами найти не сможете удаленно. Вам надо будет либо много звонить и договариваться, а по телефону с вами никто особо не будет разговаривать из менеджмента. Либо вы найдете, но за огромные деньги вам, за полгода, возможно, надо будет внести депозит. Это полугодовая плата за ренту. Поэтому, друзья в этом плане тоже очень могут помочь. Они могут съездить куда-то, они могут найти, возможно, там, где они живут, появится какой-то или апартмент, или дом, который сдается. Они смогут поговорить с хозяином. Чтобы вас заселили. Поэтому, друзья, смотрите, мое мнение, не надо ориентироваться на дороговизну недвижимости в штате. Не надо выбирать штат, основываясь на том, что вы в нем сможете сэкономить или нет. Смотрите на доход, смотрите на перспективы. Спрашивайте изначально в группах. На фейсбуке есть группы, которые практически в каждом крупном городе есть русскоговорящие, если пока у вас с английским туго. Да даже если и не туго с английским, вы можете на нем достаточно свободно говорить. Надо спрашивать русскоязычных групп. Поверьте, первая работа у вас будет, скорее всего, на соотечественника, выходца из стран СНГ. И работа у них в основном вся за минимальную плату. Потому что это какие-то маленькие локальные бизнесы. Так что смотрите, где у вас есть знакомые, где у вас есть друзья, которые потратят свое время и силы на то, чтобы помочь вам. Анализируйте, сколько зарплаты минимальной. Начинайте с минимальных зарплат. Не надо ориентироваться на зарплаты тестеров, программистов или электриков, у которых уже есть лицензия, которые 4-5 лет работают. Ориентируйтесь на минимальные зарплаты. Это человек, который сюда приехал и ничего не умеет. Для аналогии, сколько будет зарабатывать, например, если брать Россию, если приедет человек из Узбекистана, который плохо говорит по-русски даже. Вот примерно в таком положении вы окажетесь. И ориентируйтесь примерно на зарплату. Возьмем, уже раз взяли Узбека в России, который по-русски плохо говорит, но вот он приехал и хочет работать. Вы будете в точно таком же положении. Вы приедете в страну, где вы ничего не умеете, вы ничего не знаете. Даже стройка здесь происходит абсолютно иначе. Здесь хозяин дома, он не может даже розетку перенести самостоятельно в другое место на стене, потому что у него на это нет лицензии, а инспекцию дом потом будет проходить при купле или продаже. Вот, поэтому ориентируйтесь на минимальные зарплаты. Примерно смотрите, сколько есть работы. Также есть официальные сведения по безработице в каждом из штатов. И по цене на рент и покупку недвижимости, сколько она стоит. Для сравнения я вам хочу сказать, что в Сакраменто, где я живу, это столица Калифорнии, можно более-менее приличный дом купить где-то за 500 тысяч долларов. Но если спуститься буквально 2 часа езды южнее, в сторону Силиконовой долины, такой же дом там будет стоить порядка 1,5-2 миллиона. Цена на недвижимость очень сильно влияет на то, где ты живешь и кем ты работаешь. Но опять-таки, если посмотреть Северную Каролину или тот же Техас, дом, который в Сакраменто даже стоит 500 тысяч, там можно купить за 250, за 300. Но при этом зарплаты там, соответственно, и пониже. В Америке все сбалансировано, на мой взгляд. Чем дешевле недвижимость, тем меньше в этом месте зарплаты. И чем выше зарплата, тем выше стоимость на недвижимость. То есть, в принципе, я сейчас вижу, что это основополагающий фактор при выборе места жительства. Уже после того, как вы приехали и уже имеете какое-то понимание о том, где вы вообще находитесь и что вы делаете. Человек, который хочет купить свой дом, он должен примерно соотнести, сколько он будет зарабатывать и какой по стоимости дом он может получить в этом месте, либо в каком-то ином. И, соответственно, уже выбирать, возможно, переедет или не переедет в другой штат. Такие дела. Плюс не забывайте все-таки, в дешевых штатах там с работами гораздо хуже. Там будет туговом найти работу. У меня есть знакомый, который выучился на QA, на тестировщик и уехал в Огайо. Он полгода не мог найти работу тестировщиком. Он уехал в дешевый штат, ему нравится такой деревенский образ жизни. Он уехал туда, полгода не мог найти работу именно тестировщиком. А если бы он также остался в Силиконовой долине, он бы на работу, возможно, вышел через неделю, через две. Но в Огайо жить дешевле, там дешевле дома. На это он и рассчитывал. Человек, я так понимаю, все-таки чуть-чуть просчитался. Хотя, кто знает, полгода он работал на каких-то стройках или еще где-то, все-таки нашел работу, которую он хотел. Посмотрим, что у него там будет получаться. Самому интересно. Так что, не слушайте никого, кто говорит, не едь в дорогой штат. Анализируйте сами. Вы должны уметь критически мыслить. Вы должны любую информацию подвергать внутренней критике. Вам сказали, не едь в Калифорнию, Калифорния ужасно дорогая. Посмотрите зарплаты, поспрашивайте в группах у людей, посмотрите объявления о работе, сколько платят в дорогих штатах. Калифорния, она дорогая, потому что здесь очень много социальных программ, которыми у нас соотечественники наши пользуются почти всю жизнь, находят способы. Соответственно, здесь очень большие налоги, чтобы всю эту армию бармоедов содержать. И с другими штатами, все это надо смотреть, все это надо подвергать критике, анализировать и выбирать для себя, какой для вас лучший вариант. Либо вы предпочтете всю жизнь зарабатывать, скажем там, 10-11 долларов, либо вы предпочтете зарабатывать те же 18-20, и для вас это будет не такая большая зарплата по местным меркам. Но при этом будет дорогая недвижимость. Решайте, друзья, смотрите. Я вам всем желаю удачи и выигрыша в лотерею Green Card. Не забывайте, что все надо подвергать критике. Даже мои слова. Это мой личный опыт, это мои личные впечатления. Возможно, опыт у кого-то другой. У людей, которые связаны с IT, у них опыт будет другой. Для них вопроса, в принципе, не стоит, куда ехать. Они либо едут к тем людям, которые им помогут, либо к родственникам. У кого-то, может быть, брат живет по соседству, и они вот поехали туда, потому что он им помог чуть-чуть с работой найти. Или они сами нашли, целенаправленно искали в этой эре. Либо они едут в ту же Калифорнию, где работы очень много. Либо Сиэтла. Люди, которые не войти, у них, соответственно, будет свой опыт. У них гораздо больше выбора, куда им ехать. Либо в Калифорнию, где достаточно тоже много строек. Штат развивается, штат строится. Либо поехать в какую-то глубинку деревни и там работать. Не знаю, как насчет перспектив других местах. Смотрите сами. Желаю вам удачи. Выигрывайте. Заполняйте все документы. Отправляйте как можно скорее. Не забывайте, чем раньше вы отправите документы в Кентаке, тем меньше у вас будет номер. Соответственно, тем больше у вас шансов, что вы попадете на собеседование. Я знал двух людей, которые выиграли в лотерею. Но номера у них были достаточно большие. И до момента, до даты окончания, до даты окончания собеседований, они не успели пройти. Их номер не подошел и все. И люди пролетели, несмотря на то, что выиграли. Так что, друзья, правильно заполняйте и заполняйте это все оперативно. Все. Удачи всем. С вами был Неблог Неблогера. Ставьте лайки, пишите комментарии, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok